всем привет сегодня 20 сентября 23 градуса тепла я нахожусь в губернском микрорайоне решила походить по этому району немножко показать как он выглядит в вечернее время да вот так вот здесь пешеходы переходят дорогу где им удобно сейчас прогуливаюсь я бы хотела рассказать о жизни краснодаре здесь есть остановка можно дождаться автобуса и уехать куда-нибудь в центр я сейчас прохожу по границе района начну с того что моя семья переехала из санкт-петербурга сначала москву москве мы прожили полтора года и потом решили переехать поближе к теплом город краснодар так как мы переезжали решение пришло в апреле месяца например геленджике уже было сложно снять квартиру по длительную аренду ну и ценники там конечно были завышены поэтому мы выбрали краснодар приехали в краснодар мы 1 мая с тех пор уже прошло четыре с половиной месяца из первых плюсов когда мы переехали на что мы обратили внимание это какой здесь вкусный и чистый воздух по качеству воздуха если сравнивать с москвой а москве мы жили на горном районе рядом с метро чертанова то есть на метро до центра было на метро до центра было 30 минут пути рядом был битцевский лес рядом было варшавское шоссе но по ощущениям у меня было такое ощущение что мне не хватает воздуха то есть я испытывала кислородное голодание как только мы переехали в краснодар эти чувства испарились здесь настолько легко было дышать настолько вкусный и чистый был воздух в воздухе присутствовали разнотравья ароматы лето очень прикольно из первого минуса с чем мы столкнулись это то что в городе краснодаре в апреле месяце уже отключает отопление в домах то есть мы приехали в холод в очень холодную квартиру так как мы заселились в новый дом по моему 2021 году его сдали то есть по сути дом сырой еще поэтому было холодно очень то есть получается так какая погода на улице такая же в квартире даже сейчас у нас было похолодание небольшое также стало холодно в квартире саму квартиру найти и снять получилось заранее еще когда мы были в москве примерно где-то за неделю квартиру мы нашли через авито несколько вариантов вот и один из вариантов хозяева были очень нормальные общительные у нас получилось договориться заранее без внесения предоплаты принципе когда мы приехали приехали мы 1 мая в полночь нас ждали нас встретили показали квартиру подписали договор внесли предоплату о что я скажу потому как жить в новом доме вначале жильцов было очень мало на нашем этаже нам казалось что мы живем одни но потом летом все становилось больше и больше также летом люди проводили ремонты но по звуку который доносились было такое ощущение будто делают перепланировку квартир выносит стены кстати потом эти мешки со строительному мусором видели возле парадной минус том что в подъезде на информационной доске как бы четко написано о времени проведения работ но к сожалению жильцы этого не соблюдают в губернском районе есть охрана то есть звонили в охрану бесполезно также один раз у нас работала пожарная сигнализация доме вызывали охрану вызывали полицию чем как бы все закончилось я не знаю но лично мы делали заявку в полицию на нашу заявку так никто не приехал общавшись пообщавшись немножко с местным населением вот местные как бы они считают что это норма вещей то есть они живут во всем этом особо никто не возмущается следующий нюанс это люди которые окружают на что я обратила внимание это люди семьи сидящие на лавочках и рядом красно-белое каждом доме есть этот магазин они сидят на лавочках на детских площадках звенят бутылки тут же гуляют дети летом это было гуляли они там до полуночи пути ли ну не то чтобы каждый день ну так довольно таки часто слышен был шум и веселье также когда мы гуляли по городу либо ездили обратили внимание на то что в городе достаточно много собак кошек очень мало видела по населению в этом районе все в основном приезжие такие мы ближайшие города поселение ставрополь у меня есть знакомые из хабаровска которые приехали сюда жить и они живут уже больше пяти лет где-то так и как они сказали они как бы останутся здесь жить потому что у них там трое детей и они считают что как бы для детей здесь очень как бы подходящее место и климат климат да потому что здесь сколько дней тепло тепло уже было в мае месяце сейчас сентябрь вот сейчас все на улице проводят время здесь скейт-площадка смотрите сколько на ней детей я даже не знаю как они там все умещаются я смотрела несколько вот так вот место опасное по сути можно сказать что это дорожка наверное для велосипедов и роликов вот это наверное больше похоже на пешеходную зону смотрела на ютюбе несколько роликов пару по моему зачем как бы сюда люди переезжают да если севера откуда то это обычно за теплом вот за фруктами из ближайших поселений городов первопричина это ехать город миллионник и заработать в принципе хочу немножко отдельно рассказать о фруктах когда сюда переехали с апреля месяца уже шла клубника местная привозили ее из белореченска то есть мая месяца мы ее начали покупать и ягода была очень вкусная спелая и сладкая то чего я после этого хотелось еще раз ее купить потом еще раз то есть мы клубнику покупали несколько раз кушали ее в мае в июне пока она шла вот что не делали например в санкт-петербурге и москве появляется ягода ты ее покупаешь она на вкус так себе и уже как бы нет желания что-либо покупать также и с остальными фруктами черешня абрикос персики по персикам тоже отдельное слово все сладкие спелые персики здесь были крымские сезон идет сейчас до сих пор еще в магазинчиков на прилавках можно увидеть этот фрукт что мы еще здесь покупали арбузы несколько раз то есть каждый арбуз который мы покупали он был спелые сладки по дыням как бы так то очень водянистая то как бы чуть-чуть не совсем сладкая только половинка либо по вкусу напоминающая картошка хрустящая дыня по магазинам я не знаю как в остальных районах но вот здесь губернском в каждом доме то есть первый этаж это все маленькие магазинчики в принципе мы только в эти магазинчики то и заходим мы никуда не ездим за продуктами например заказываем в магните и в ленте такие товары как бытовую химию что ему тяжелое а остальное фрукты овощи мясо берем в маленьких магазинчиков по велосипедам здесь почти нет велодорожек у нас было несколько прогулок то есть хочу как сказать что вот так вот на велосипеде весь город не посмотришь потому что тяжело будет как бы выезжать с одного района в другой по причине того что здесь очень узкие тротуары они не везде есть также тут машины на дорогах и люди и дети на самокатах то есть поездка достаточно была такая нелегкая когда мы катались катались мы наверно пару раз всего за летний сезон действительно трудно тогда было потому что мы ехали в сторону хотели посмотреть район российский а там даже столкнулись бездорожье либо место асфальтового полотна была щебенка а когда мы приехали в район российский увидели там тоже новые дома но там вообще ничего не было заасфальтировано то есть как на стройплощадке строили дома их сдали и люди так живут кстати и квартиры там дешевле сдается что я скажу по поводу близости моря вообще в принципе за летний сезон наверное не наездишься потому что ну во первых сезон очень много машин а в этом году их было поболее потому как аэропорт в краснодаре не закрыт в геленджике тоже аэропорт закрыт все люди ехали на машинах чтобы выходной день выехать на море мы выезжали в 4 утра и в августе например уже в 5 утра была пробка на горячем ключе то есть это трасса М4 то есть нам нужно было достаточно рано выехать чтобы более-менее нормально добраться до Черного моря в среднем получается 3 часа туда это если без пробок да 3 часа обратно 6 часов в итоге как бы так не наездишься за все лето то есть действительно поездки были очень трудные если рассматривать трассу Новороссийск Краснодар ну мы ездили всего лишь один раз вот дорога там ну так себе она подбита то есть приходится быть постоянно на чеку смотреть куда ты едешь спасибо что уступили мне дорогу дорогу тут не всегда уступают и еще есть трасса 289 это Краснодар Славянск на Кубани Тюнрюк мы тогда ездили на Азовское море там трасса тоже так себе она немного подбита приходится смотреть на дорогу чтобы не попасть куда-нибудь в глубокую ямку ну видно что ею очень мало занимаются в сравнению с трассой М4 там дорожное палатно очень хорошее хотела обратить внимание еще на транспортное сообщение на автовокзале например я знаю что с утра из Краснодара выходит 2 или 3 автобуса вот в сторону например в Архипаосиповке мы тогда ездили на автобусе в Архипаосиповку цена билета была рублей 500 и автобус выходил в 7 утра в принципе время прибытия было почти как по расписанию там может плюс полчаса но такие автобусы я вот видела своими глазами не один раз что они не стоят в пробке они выезжают на обочину и едут по обочине то есть они вот таким образом проезжают горячий ключ не стоят и далее если есть какой-нибудь заторчик пробка они сразу же выезжают на обочину и едут по обочине большие автобусы еще можно добавить про здравоохранение но я не обращалась еще по ОМС по общему медицинскому страхованию не делала не приписывалась никакой поликлинике но я знаю немножечко как работает ДМС пример ДМС страховая альфа клиника без клиник видимо ну как бы считается тут одна из лучших ну у них как бы ну смотря с чем сравнивать если в Москве все делают быстро да и пациенту перезванивают там если есть какие-то процедуры они это все быстро сами согласовали и сразу же позвонили как бы было в их интересах и записали то здесь если врач назначает что-то да нужно согласование тоже со страховой клиника это отправляет на согласование вот и ждет ответа ответ он приходит но они его как бы вроде как бы и не ждут то есть в этом случае что приходится делать клиентам да пациентам как-то самим это все контролировать то есть чтобы не растягивать весь процесс то есть ты берешь звонишь страховую там говоришь вот я в такой-то клинике там направили на согласование те те отвечают что да все окей мы согласовали потом звонишь клинику говоришь там девочки посмотрите там есть ответ страховая одобрила давайте запишемся то есть контрольная функция она вот за клиентом остается то есть либо был другой случай когда ожидали звонка да вот клиники без клиник они таки не перезвонили то есть там прошло уже несколько дней в принципе уже когда сам пациент не заинтересовался типа что там да как дела может мне звонили я там звонок пропустил к примеру или был вне связи так а так в принципе жизнь здесь ощущается такой более медленной спокойной и размеренной много солнца здесь и от этого только лучше настроение тоже вышла тут какой-то дом у нас строится в принципе не очень видно уже почти 7 часов вечера у нас сегодня облачно поэтому солнышко не видно будем заканчивать прогулку в принципе я тут так прошлась наверное где-то в середину района то и прошли ну вот такой получился маленький короткий отзыв за 4 месяца 5 4 с половиной мы к сожалению приняли решение что мы здесь не хотели бы продолжать жить дальше у нас первоначально стояла цель такая идея что если мы посмотрим все 4 сезона как они в Краснодаре отражаются ну наверное то что мы хотели уже увидели для себя я завершаю прогулку спасибо за просмотр ставьте лайки нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить следующее видео а так пока до новых встреч у нас я